Оставляем вещи на кушетке, одеваем защитное пальто. А дальше все сделает аппарат и чуткий глаз специалиста. Врачи, видящие людей насквозь, празднуют свой профессиональный праздник. Денгенодиагностика является разновидностью лучевой диагностики, куда входит магнитно-резонансная томография, ультразвуковая, радионуклидная. После 14 лет стажа работы врачом Вера пришла к выводу, что быть хорошим практиком, ей помогает терпение и любовь к получению новых знаний. Врач-рентгенолог получает определенную дозу во время своей работы. Это фиксируют индивидуальные дозиметры, которые доктор всегда носит в области живота и в области груди. Ведется строгий учет данных доз, и, конечно же, мы всегда делаем все возможное для того, чтобы эти цифры не превышали допустимых значений. Все рентгенологические исследования, они делаются только по назначению врача. И тот отрицательный момент, который присутствует при ионизирующем воздействии рентгеновского излучения, он перекрывается той полезной диагностической информацией, которую мы, врачи, получаем при исследовании. Вредное воздействие ионизирующего излучения мы стараемся минимизировать, снижая дозу до возможных пределов. Также мы осуществляем защиту временем и расстоянием. Ну, и, конечно же, нельзя не упомянуть средства индивидуальной рентгеновской защиты. Поэтому пациентам не стоит панически бояться рентгенснимков. Главное – прислушиваться к советам врача и не злоупотреблять этим видом обследования. Как часто делать рентгеновские исследования, решает доктор. Индивидуально для каждого пациента. Есть понятие средней эффективной годовой дозы населения. Она составляет одну тысячнюю зиверт. Чаще всего старается за эти пределы не заходить. Для пациентов рентгенологи часто остаются в тени. Но среди своих коллег врачи этой сферы пользуются особым уважением. Ведь без их квалифицированной помощи диагноз не сможет поставить ни отоларинголог, ни хирург. Существуют определенные виды рентгенодиагностических исследований, которые требуют подготовки к исследованию. Но об этом обычно всегда упоминает лечащий врач, который направляет на исследование. Что нужно, например, при исследовании брюшной полости, нужно за несколько дней до исследования не принимать продукты питания, которые повышают газообразование в кишечнике. Но нет определенных продуктов питания, которые нужно употреблять после того, как ты прошел рентгеновское исследование. Открытие рентгеновских лучей произошло 8 ноября 1895 года благодаря немецкому физику Вильгельму Рентгену. Ученый был настолько углублен в свою работу, что принял решение не приходить на торжественное вручение ему Нобелевской премии. Мы поздравляем всех врачей-рентгенологов с профессиональным праздником и благодарим за вклад в здоровье жителей Беларуси. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю здоровья, профессионального карьерного роста, отличного настроения и всех благ.